ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Игра в фулл тротл, квест, то есть приключение, по ходу которого вы решаете разные забавные задачи и участвуете в упражнениях на скорость реакции и сообразительность. В вашем объявлении находится нарисованный байкер Бен, который вступает с окружающими в отношения доступным ему способом. Устройство программы позволяет ему обругать кого угодно, пнуть, дать по сапатке и так далее. Можно сказать, что Бен положительный герой новой формации. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ЗАДУМАЛ НЕЧТО СОВСЕМ УЖАСНОЕ И ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ Что же? Перепропилирование предприятия, выпускающего мотоциклы, на производство микроавтобусов. Вот гад. Мрачная фантазия авторского коллектива игры превратила Америку будущего из некогда процветающей страны в территорию разрухи трущоб, где хозяйничают многочисленные банды. Но заметьте, что дороги-то в идеальном состоянии, гладкие, как паркеты в Шереметьево. В усадьбе, разумеется, они в аэропорту. Случайно Бен оказался свидетелем жестокого убийства мистера Корли Ри Бугером, в котором его, Бена, разумеется, а не Бугера, впоследствии обвинили. И так Бен отправляется в путь по автострадам Америки, стремясь доказать свою невиновность и расквитаться с Ри Бугером. Став обладателем снимков, доказывающих вину Ри Бугера, Бен прибывает в район корпорации Корли, где встречается с дочерью покойного Мариной. Вместе им удается осуществить ужасный план дискредитации Ри Бугера в глазах общественности. Ослепленный ненавистью, Ри Бугер сам бросается навстречу своей естественной смерти и гибнет в дорожном инциденте навеки. Вот как это произошло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас все наоборот Дааа много воды утекло С тех пор Когда по одну сторону этих могучих стен Саксы скрывались от норман А по другую Норманы Прятались от Саксов Теперь за ними отсиживаются Захимевшие потомки некогда знатных родов Пытаясь отбиваться от вездесущих туристов Но увы современные туристы Народ очень бойкий и организованный, и в Европе уже не осталось крепости, которая в конце концов не распахнула бы перед ними своих ворот. Вторая часть этой программы — собственная игра Castles. Она относится к стратегическому классу и требует от игрока усидчивости и целеустремленности. Выглядит это примерно так. Синие квадратики идут войной на красные квадратики. И наоборот. А вот письмо от некого Сергея. И стопик. Ему нравится наша программа, и он, по его собственным словам, с нетерпением ждет каждого нового выпуска. Сергей даже прислал нам полчистушки. Ну мы немножко подработали, и получилась полная частушка. Сидит Сережа у ворот, он ни пляж, ни поет. Всю неделю моя ета ждет программу от винта. А сейчас мы вам покажем игру, которая называется Harble 4 with MLBPA Player. Нам непонятно не только название игры, но и суть ее тоже. Спортивные компьютерные игры пользуются немалой популярностью во всем мире. Надо полагать, что основное число их поклонников составляют люди, которые слишком деятельны для простого просмотра спортивных состязаний по телевизору, но слишком пассивны или массивны для того, чтобы принять в них участие лично. Наш эксперт попытался поначалу хотя бы попасть по мячику. Харбол Кох вызвал у нас некоторое недоумение. Что это за игра, мы определили довольно легко. Мы уверены, что это бейсбол. И наш эксперт после нескольких попыток все же попал. Но вот по каким правилам проходит матч, кто одерживает верх, или где располагаются противоборствующие команды, вот тут у нас возникли некоторые разногласия. И тогда его допустили до игры. В игре имеется большое количество всяких таблиц и графиков, содержащих информацию о матчах, призовых местах, дивизионах, игроках и так далее. Наш эксперт разобрался в этом без особого труда. Прилично одетые господа в черных костюмах, пытающиеся поспеть за спортсменами, это адвокаты хозяев команды. Они обязаны следить, чтобы спортсмен играл с душой, как следует бил по мячу, как говорится со всей дури, а не отлынил. Также они смотрят, чтобы не произошло какого-нибудь нарушения прав человека. Игрок, вооруженный битой, зовется питчером. К ним в командах относятся с опасливым уважением и дают звучные прозвища, например, лысобой. Зачастую увлекшись игрой, они наносят увечья самим себе и окружающим. Сначала наш эксперт плохо играл. Если питчер случайно попадает по мячу, то тот, естественно, хаотично улетает в неизвестном направлении. А потом лучше, даже попал по шарику. Требование частичной прозрачности является обязательным для всех, кто выходит на поле, и введено оно было по предложению профсоюза телеоператоров. Молодец, эксперт! Ну вот и все на сегодня. Пишите письма. Гейм, как говорится, оба. В смысле? Пишите письма.